доброе утро дорогие друзья приветствую вас на видео портале трейдеров ютрейд тв меня зовут игорь суздальцев мы начинаем программу торговый план за сегодня уже 17 мая друзья 2017 года и сегодня у нас с вами среда ровно две недели остается до лета очень рад вам это сообщить давайте посмотрим как у нас завершился вчерашний день индекс ммвб снизился на пол процента составил 1992 пункта индекс ртс минус 0 6 процента 1112 пунктов доллар укрепился к рублю на 23 копейки составляет сейчас 56 рублей 58 копеек на споте за 1 доллар и за 1 евро на споте сейчас дает 62 рубля 68 копеек евро за вчерашний день укрепился на 80 копеек то есть вчерашний день был невеселым и понятно почему давайте посмотрим сразу на графике которые все нам сразу объясняют друзья стартовали мы вчера по нефти марки бренд 51 77 ушли наверх 52 34 но недолго радовались друзья недолго радовались провалились мы ниже ну а в 23 00 после 23 когда озвучили данные предварительные по запасам нефти ура упали мы на них до уровня 51 22 закрылись 51 32 но сейчас центов на 10 15 рынок выше то есть мы на ответе немножко приподнимемся но ненамного торговый диапазон вчера составил 1 доллар 12 центов вот такое движение было в течение вчерашнего дня но движение то есть было было на чем заработать вот здесь было видно что нефть затормозилась и во сколько кстати она решительно это двинулась вниз она решить надвинулась вниз после 17 понятно что это отразилось негативно на рубле си вырос на фондовом рынке и снизился сбер вчера снизился мы смотрим фьючерсы фьючерс на акцию газпрома снизился в т.б. вырос отбился на 60 процентов от хайов но по дню он вырос роснефть поднюл вчера кстати говоря в микро-минусе на открытии можно сказать прогулялась и вверх и вниз лукойл поднял остался в плюсе кстати говоря ну и афк система поскольку мы смотрим все-таки снизилась до смыки она обновила лой теперь это 1267 за акцию ну вот конечно сам рисунок показывает можно пускать ожидать дальнейшего снижения по этому инструменту форекс друзья вчера евро доллар четыре дня растет значит давайте уже все все уровни пробиты поставим просто на хай как ориентир 111 21 мы увидели вчера а сегодня уже уже сегодня же это форекс уже торгуется с полуночем сейчас 111 06 но тренд как бы бесспорен а мы обсудим почему доллар проваливается фунтик вчера вырос сегодня на открытие доллар проваливается по ене причем второй день подряд 112 30 и видно что стремится вниз но поскольку у нас с вами доллар иена продана по нашу же так сказать потери сокращается глядишь мы через пару тройку дней их плюс зайдем и сразу немедленно закроемся потому что гарантии чтобы доллар будет по раз слишком долго тоже никаких но смотрим внимательно во всяком случае сегодняшняя проход доллар иена вниз уже очень серьезно без сомнения кстати говоря а это вчера было понял вчера у нас продавали доллар иенам значит франк друзья но франк уже без шуток смотрите раз два три 4 5 уже пятый день падает франк я тоже с юмором сообщал о том что это мировая супер держа во швейцарии так далее а сейчас уже без юмора франк тупо упрепляется по доллару поэтому уже может хватит юморить может уже пришло время покупать франк смысле продавать валютную пару доллар швейцарский франк подумайте над этим франк мне кажется сегодня очень интересен он пробил серьезные уровни график напомню это дневной это не так сказать немалый таймфрейм на дневном графике пробит серьезный уровень 0 98 52 шарашит вниз я например вы вполне ожидал такого же приблизительно торгового диапазона внизу теперь поскольку уровни пробиты это немалое расстояние здесь даже давайте измерим посмотрим поскольку интересно без сомнения это получается двести тридцать восемь пипсов ну нифига ли себе есть куда поиграть далее друзья доллар канадец третий день вниз австралиец шестой день пытается отрасти новозеландец растет не пытается растет четвертый день подряд золото пятый день подряд растет серебро шестой день подряд растет но супер серебро тоже пробила уже такие важные уровни бывшую поддержку нынешнее сопротивление и может вполне уйти но для нас это важно потому что у нас три на купленных серебра причем два из них очень высоко куплены ну тоже по пару-тройку дней мы войдем положительную зону тоже немедленно закроемся у нас убыток был минус 3 доллара сейчас минус доллар 48 то есть ну уже почти в два раза мы отбили свои убытки за последние два дня так что жизнь потихоньку налаживается давайте посмотрим на фундаментальный рынок что интересного он нам обещает коллеги многое событий сегодня но прежде всего западные средства массовой информации подробно обсуждают конечно какую информацию дональд трамп раскрыл министру на самом деле в россии лаврову или передал тут по-разному можно переводить но в любом случае сообщил каким-то образом оказалось что эта информация касается намерения игил знаете исламское государство запрещенное в россии во многих странах мира так вот они намерены организовать теракт на борту на борту пассажирского на самолета направляющегося в сша и понятно что это могут на любой самолет это сделать и они по словам израильского шпиона в исламском государстве планировали эти боевики спрятать бомбу в ноутбук чтобы было сложно обнаружить при досмотре ну и поэтому кстати говоря сша вы знаете сейчас резко ограничивает провоз ноутбуков планируется чуть ли не запретить там разные идут разговоры на эту тему да понятно что это вот по этой информации и причем отмечает издания разные вот это я вижу и биси отмечаешь что источник израильский не давал сша разрешения на передачу материалов россии и трамп пояснил что передал лаврову данные руководствуясь гуманитарными соображениями почему кипишуют американцы потому что когда получается кто-то получает информацию то найти источник исходя из самой информации поскольку круг лиц имеющих доступ какой-то секретной информации обычно небольшой то игил может вычислить этого израильского шпиона это совершенно так сказать действительно реальная опасность ну как бы и тем более источник не давал разрешения в штатах это серьезно то есть трамп про как бы не спросил полком получается некого разрешения передал данные но теперь понятно все смотрят что будет и какие новости будут из игил найдут этого они израильского представителя спецслужб своих рядах или не найдут вот если найдут будет скандал большой будет скандал большой но посмотрим что будет дальше во всяком случае у трампа сейчас очень тяжелое время вот из-за этого это гостайна это даже президенту сша не позволено вторая скандала круг трампа это ну то что выяснилось что бывший директор фбр коми встречался с трампом и сказал прекратить расследование против бывшего помощника по национальной безопасности майкла флина то есть это тоже вообще штатах это серьезное уголовное преступление попытка давления на официальное лицо ну а в тот момент коми был директором фбр так на всякий случай найти не постовым полицейским на улице директор фбр скажем так и он давил на него чтобы остановить расследование это попытка давление на официальное лицо это серьезное дело это там может прилететь очень серьезный срок если сейчас начнут давить демократ они конечно тут же схватились тут же начали выступать что это ну в общем такие серьезные тексты пошли по трампу и по поводу таскать данных по идил и по поводу значит коми давление на коми но я смотрю что сейнан мани так знаете прямо запрессовывает трампа в асфальт показывает что разговоры его о том что он улучшить экономику америки и укрытие так сказать будет способствовать развитию не имеет под собой никакого основания в частности они приводят пример то доллар он выиграл сначала рос а теперь практически уже отыграл post election gains то есть прибавку про после выборов или типа доллар роняете господин трамп и и с экономикой то дела плохие вот смотрите они дали данные я кстати не видел это еще давайте вместе посмотрим они дают данные это си нэн мани друзья даю данные по росту экономики да вот вот до трампа перед трампом последний квартал когда барак обама был президентом три с половиной процента роста при трампе это уже но он он избран но еще не вступил до 2 и 1 процента но понятно это выборы выборный период сложный а после выборный период это уже чисто трамповский он в январе приступил и рост составил всего 0 7 процента то есть пока не видно пока не видно роста если вы знаете он провел какие-то реформы сразу быстро тут же бум бы пошел и так далее а пока за последние ну скажем два года вот с третьего квартала 15 года за последние два года это самый низкий показатель американской экономики экономического роста это так и не шутки друзья это данные они ссылаются на данные министерства торговли сша то есть это серьезный источник которому можно доверять без сомнения то есть трампу сейчас предъявит еще и падение экономического развития на остановку экономического развития сша далее друзья переходим к нашим новостям на украине друзья начало начато производство по аресту имущества газпрома вот интересно слушайте планируется получить штраф спау газпром и арестовать имущество на территории украины сообщили официальные лица в киеве и штраф составляет 172 миллиарда гривен это значит на 26 это сколько души подожди это сколько получается 26 2 30 ну где-то 67 миллиардов долларов получается это вообще-то немереные бабки ну там за самые разные штрафы и так далее не буду обсуждать подробно просто газпрому выкатили штраф на несколько миллиардов долларов с украины и конечно информационное поле не сильно хорошая по газпрому сегодня значит далее друзья мы вчера обсуждали митинги по поводу хрущевок да и вот смотрите новость какая даже дам ее в чате почитайте газета новое известие значит я там приводятся конкретные дома и так далее но я не буду глубоко естественно обсуждать просто скажу что журналисты выяснили что вот эти старые хрущевки их кадастровая стоимость внезапно снижается резко снижается а кадра кадастровая стоимость квартир в новостройках резко растет причем землеотводы ну как бы про право нахождения на этой земле которая очень дорого стоит она часто стоит дороже самого дома значит она из-под старых домов росреестр вообще убрал то есть на сегодняшний день все старые эти пятиэтажки они уже стоят незаконно их невозможно причем это случилось в апреле мая их невозможно они уже стали официально незаконными строениями согласно жилищного кодекса их нельзя подарить продать или что-то с ними сделать все люди застряли в этих домах из покажу из под которых выдернули землю понимаете здесь приводится конкретные примеры слушайте но если это так мы пока ориентируемся просто на сообщение журналистов но это так вчера мне писали что по закону это невозможно о возьмите ссылочку кто писал вчера почитайте как это сделано проверьте есть там адреса домов все в личном кабинете налогоплательщика можно проверить каждому при желании вот пожалуйста посмотрите проверьте я знал что они это будут делать помните я вам вчера говорил они могут оценить по кадастров 60-х годов они это же власть в их руках что хотят то и сделает и поэтому ну понятно что как пишут журналисты внезапно кадастровая стоимость квартир старых домах резко упала вот так вот людмила мартынов будет через несколько минут просто чуть чуть попозже я так сказать начал сегодня далее друзья в татарстане мне понравилась идея ввести халяльный интернет то есть фильтровать все что можно предложила руководитель агентства институционного развития татарстана талия минулина ну госпожа минулина может вообще запретить это да раз халяльный не халяльный коллеги на российском телевидении решили отказаться от демонстрации футбольных матчей кубка федерации конфедерации в семнадцатом году и чемпионата мира две тысячи восемнадцатого года по футболу которые оба пройдут россии и фифа не может понять почему россия до сих пор не подписывает трансляцию матчей которые в россии же и проходят люди же захотят посмотреть дорогие фифа вы вообще без мозгов вы не хотите понять что они пригласили российская политическая ли то пригласила кубок конфедерации по футболу чемпионат мира по футболу чтобы запретить митинги в активные летние месяцы и больше ничего не надо вот они с 1 июня по 17 июля этого года запретили митинги закупка конфедерации все а там хоть футбол не играет точно также чемпионат мира там вообще на два месяца 25 мая по 25 июля запрет на проведение митингов все поэтому естественно кому нужен этот футбол никому не нужен тем более сейчас когда так сказать футбол ценой права свободы слова и свободы собраний да я вообще и смотреть не буду и болеть ни за кого не буду болеть буду только за утраченные права далее друзья вчера напомню минус 0 8 показали по запасам соль плюс 0 8 показали по запасам нефти поэтому сегодня снижение импульс определенные есть других новостях сегодня средний уровень зарплаты в великобритании можно посмотреть такого больше ничего серьезного не вижу 17 30 запасы нефти естественно традиционно ну вроде бы и все то есть в информационном плане день тоже среда в общем-то достаточно спокойный до запасов нефти подводим итоги коллеги и так нефть естественно для российского рынка важна вы знаете вчерашний пока за показанный положительный рост запасов нехороший он может быть уже отработан но в течение дня будет давить вот поэтому сегодня нефть в моем понимании больше вниз чем вверх давайте спросим у монеты что она думает на этот счет монеты две стороны бои селл бросаем смотрим бай видит монета монета видит бай ну хорошо мы запишем у нас ручка есть я вижу больше всего нет во первых они показали обозначили тренд поэтому с утра можем прогуляться наверх но от играть наверх я бы не советовал российский рынок поэтому а в частности еще из-за вопросов по газпрому по украине тоже пока не видно нефти так сказать разборки по газпрому с украины это два фактора которые могут повлиять плюс афк система по-прежнему падает сейчас ушла с гепом низ пытается отрасти но стоит ровно на отметке 1267 если она пробивает вниз то в к система покатится вниз дальше и может завалить все что можно по форексу друзья на форексе доллар судя по новостям у трампа большие новости и по разглашению густайны сша и по давлению на бывшего директора фбр эти два фактора не конечно очень жестко работают плюс вышли данные по состоянию доллара и состояние экономики они не удовлетворительны то есть вот эти факторы три фактора основных они будут прижимать доллар к низу и поэтому можно покупать на мой взгляд евро и серебро на серебро я вас сознательно подталкиваю что вы покупали серебро чтобы моя позиция тоже выросла вместе с вашими покупками нет уже абсолютно серьезно покупка евро и серебра на мой взгляд раз может расцениваться как наиболее интересное что касается франка да мы видим франк стремительно укрепляется да вот я почему вам пятый день не могу сказать покупайте франк так на полном серьезе я не понимаю с чего он укрепляется вообще не понимаю с чего он укрепляется но он укрепляется поэтому ну если кто-то не ищет объяснение идет чисто по технике то франк пробил конечно пробил уже очень серьезную поддержку и сейчас прямо у нас на глазах устремляется вниз и ну то что он 230 пипсов вниз пройти может это но не знаю он я беру по уровням это ну просто я буду очень удивлен но сегодня мне кажется он может укрепиться франка швейцарский франк дальше посмотрим посмотрим во всяком случае торговых идей много в 17 30 запаса нефти по нефти конечно до этого времени лучше закрыться или поставить без убыток спасибо коллеги всем удачи